МЧС объявила штормовое предупреждение в Крыму в связи с опасностью схода лавин. Активный южный циклон принёс на полуостров резкое похолодание. В ночь на пятницу на регион обрушился сильный дождь, переходящий в снег. Как результат, больше 16 тысяч человек остались без света. Сейчас специалисты восстановили подачу энергии. Кроме того, было заблокировано движение по горной дороге Айпетри-Ялта. За обстановкой в регионе следит Яна Щербатая. В горах Крыма коллапс. На Ангарском перевале автомобили стоят без движения. Пробка на километры. Грузовые машины не могут подняться на склон, застревают. Здесь дорожники не успевают расчищать снег. Хотели зиму? Вот вам зима. Ангарский перевал. Это вереница из автомобилей на подъезде к вершине знаменитой горы Айпетри. Таких пробок здесь не было никогда. Огромное количество туристов, кто-то даже на летней резине, поехали на новогодние праздники насладиться снегом. А в итоге оказались в снежном плену. Движение парализовано. Люди достают лопаты и расчищают себе дорогу. Кто еще хочет на петле? Въезд на гору оперативные службы закрыли еще накануне. Проехать разрешено только внедорожникам и легковым машинам с шипами и цепями на колесах. А сегодня с горы сошел снег. Это почти лавина. Несколько мощных снежных оползней. Дорогу заблокировало. Проехать невозможно сотни автомобилей в плену у стихии. На помощь им направлены спасатели. Завалило прям на машины. Люди, как бы, девочка, пришла, выкопали. Дверь, я так поняла, открыли. Ну и сейчас защищают именно эти машины. Люди сидели прям внутри, но завалило прям лавиной на машины сверху. Машин много. Не разъехаться не могут. Засыпало очень сильно. Там даже не две лавины, говорят, малавин шесть, что ли, засыпало. Сложная обстановка не только в горах. Пол теплый, работает от электричества. Печку топить толку нет. Горячей воды нет. У нас тоже горячая вода от электричества. Думали, если свет не включат, пойти спать в машину. Снегопад, гололед и ветер до 25 метров в секунду. Настоящая снежная буря в Крыму от голосок Альфриды. Мощнейшего шторма, который пронесся над Европой. Спасатели настоятельно просят граждан по возможности воздержаться от дальних поездок. Особенно поездок в горно-лесную местность. Либо быть предельно внимательными при дорожном движении. Сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым с 29 декабря приказом начальника Главного управления перейдены в режим функционирования повышенная готовность. Всего ежесуточно на боевые дежурства заступает свыше 310 человек личного состава и 80 единиц техники. Штормовое предупреждение на завтра спасатели пока не подтверждают. Но опасность схода снежных лавин сохраняется. Но для большинства жителей полуострова такая непогода наоборот стала настоящим подарком. Снег в Крыму явление редкое, а тем более в таких количествах. В горах уже выпало больше 30 сантиметров снега. Поэтому люди запасаются теплой одеждой, собирают санки и отправляются играть в снежки. Яна Щербат и Андрей Дичков. Вести. Крым.